Я всегда выбираю крабовые палочки розового цвета, поскольку это более натуральный цвет, мне более нравится. Прежде чем выбирать крабовые палочки, я смотрю на ценники. Если они дороже, то я покупаю, конечно, эти за 90 рублей, за 20 рублей или за 30 рублей я никогда не куплю. Я прежде всего обращаю внимание на состав и предпочитаю, чтобы на первое место в составе входил фарш сурими. Как же сделать правильный выбор и купить самые вкусные крабовые палочки? Понимаете, самая главная проблема в том, что ни один производитель крабовых палочек не пишет, какой процент этого рыбного фарша. Ведь его же может быть 90%, а может быть 50%, а может быть 1%. К сожалению, закон не обязывает производителя указывать количество фарша в составе, но понять, много его или мало, всё-таки можно. Для этого посмотрите на количество белка в таблице пищевой ценности. Чем выше цифра, тем больше рыбного фарша в палочках. Также косвенной подсказкой может стать цена. Хорошие палочки не могут стоить дёшево. В недорогих образцах рыбного фарша может совсем не оказаться. Это не фарш никакой не рыбный, а рыбная мука, когда перемалывается вся рыба вместе с чешуёй, со внутренностями, с обрезью, с этими плавниками, с этими глазами, головами и прочее. То есть это рыбная мука, которой прежде кормили скот. Но теперь технологии позволяют делать вот такой вот, так сказать, нарядный продукт, в составе которого исключительно химические добавки. Соевые добавки, белковые, глюконаты и прочее, прочее, прочее. Правда, такая замена сказывается на внешнем виде продукта. Тесто, из которого делают палочки, получается желтоватым. Тогда в составе появляется краситель Е171 или диоксид титана, в народе именуемый титановыми белилами. Также старайтесь выбирать палочки с натуральными добавками. Чтобы узнать, как делают качественные крабовые палочки, съёмочная группа отправилась на производство. Первым делом нам показали, как обрабатывают тот самый фарш с урими. Мы находимся на первоначальном этапе приготовления крабовых палочек. Этот этап называется дробление фарша с урими. Без него приготовление данного продукта невозможно. Но чтобы сделать крабовые палочки, одного фарша недостаточно. Производство этого продукта невозможно без использования пищевых добавок. Кроме них, в сурими кладут яичный белок, растительное масло, соль и сахар. В результате получают массу, похожую на тесто. После того, как тесто приготовлено, оно переливается в накопительную ёмкость. Само тесто хранится в ёмкости при определённой температуре, что достигается вот такой вот ледяной рубашкой. Сейчас вы видите сам процесс перекачки теста. Если тесто замешано правильно, из него получается эластичный тонкий блин. Теперь на него наносят подкрашенный слой. Цвет может быть любым от нежно-розового до ярко-красного. Всё зависит от используемых красителей. Далее блин прожаривается на паровом барабане. Это достигается путём выставления определённых параметров самого блина. Ширина, толщина. Также устанавливается время прожаривания и температура прожаривания. Теперь из остывшего блина формируют жгут. Интересно то, что жгут этот сначала упаковывается в полиэтилен, а только потом нарезается на привычные нам порционные палочки. Далее следует последний этап – пастеризация продукта. И крабовые палочки можно отправлять в магазин, где на полках уже лежат сотни упаковок от разных производителей. Кстати, упаковка на качество практически не влияет. Главное, старайтесь не покупать продукт на развес. Ведь понять его реальный состав и сроки годности практически невозможно.